Бонус диас, амиго! Дорогие друзья, сегодня хочу начать нашу беседу с гостем именно так. Почему? Потому что у меня на плечах сейчас находится просто шедевральный испанский платок для того, чтобы вы увидели, что он на самом деле таковым является. Я все-таки сниму его с плеч и покажу вам, дорогие телезрители. Рузана Семенова у меня в гостях. Это основатель бренда Субай или как? Ну пусть будет бренда. Бренда Субай. Вот сейчас мы с ней поговорим об этом. Почему? Потому что мы знаем, что Рузаночка вообще юрист по образованию и очень интересно, Рузан, как к этому ты пришла? Расскажи, пожалуйста, о себе. Доброе утро всем. Да, история, она немножко странная, потому что по образованию, по специальности я юрист. Но и как большинство юристов, мне кажется, я всегда хотела заниматься чем-то творческим, больше для души. Но так получилось, что я десять лет назад уехала в Москву, поступила ту часть по специальности Респруденции. Далее я работала по специальности и мне все нравилось, все меня устраивало последние десять лет. Но мне никогда не покидало ощущение, что я должна заниматься чем-то другим, чем-то творческим. Правда, не думала я, когда это реализовать. Через пять лет, через десять лет, возможно, чуть позже. Но знаю, что такие перемены грядут. Так было до этого лета, когда я в очередной раз приехала в Черкесск и приняла самостоятельное решение о том, что нужно сейчас, без четкого плана, что я буду делать дальше. Просто я хотела написать заявление об увольнении, вернуться в республику. И в этом, в принципе, вопросе меня поддержала моя семья единогласно, за что больше всего спасибо, потому что для таких важных перемен жизни очень важна поддержка близких людей. Безусловно. Я вернулась в Москву, написала заявление об увольнении. Было сложно, потому что я работала в хорошей организации, на хорошей должности, с хорошими людьми. Очень хочется, чтобы ты озвучила, где ты работала, Розанна. Да, последнее место работы было федеральное государство унитарное предприятие «Росморпорт». Я написала заявление об увольнении и вернулась в Черкесск. Между увольнением и возвращением на родину у меня был запланирован отпуск, как раз таки во время отпуска и родилась идея создания Субай. Вот. И так все началось. Где ты провела свой отпуск, расскажи, пожалуйста? В Испании. Это был отпуск в Испанию. Да, да, я хотела, чтобы ты это сказала. Почему? Потому что вот мне интересно. Розанн, скажи, пожалуйста, раньше ты занималась национальными танцами, да? А потом, вот я же говорю, вот твоя поездка в Испанию, что именно толкнуло тебя заниматься именно платками такой красоты? Ну, сначала пришла идея создания Субай, потому что Субай для меня это не просто магазин испанских платков. Да. Это вот идея, это проект, долгосрочный проект, где я планирую осуществить много-много задуманного мной, пока не буду говорить обо всем, потому что это будет немножко голосовно. Лучше скажу постфактум. Да, хорошо. Но если мы говорим про сегодняшнюю Субай, да, это магазин испанских платков, платков национальных. Почему я начала с платков? Потому что мне всегда была близка и интересна национальная тематика. И если начинать заниматься чем-то в этой сфере, нужно было начинать с того, что мне понятно. Я увидела платки, и я была далеко, на самом деле, именно от платочной темы. Да. Но когда я увидела вживую, увидела процесс, начала в этом разбираться, и я подумала, почему бы нет, если да. Это на самом деле интересно, красиво и можно сделать по-другому, чем это есть сейчас в нашей республике. И вот так вот пришла идея создания платков. Но тут важно, что помимо коммерческой цели, направления Субай, есть другие цели, которые я преследую и очень хочу реализовать. Первое, что касается платка, я хочу показать, что платок в любой культуре, это украшение девушки. У девушек кавказских, у девушек арабских, у девушек латинских, можно так сказать. Это всегда важный аксессуар, атрибут к гардеробе. Я хочу посредством Субай показать, как еще мы можем использовать этот платок в своем гардеробе. То есть, меня спрашивают, а для чего он нужен, если не свайба, грубо говоря, без свадебного. То есть, обряд снимания платков. Да, обряд снятия платков. И я как раз таки показываю, для чего он еще нужен, как его можно использовать. Мне приходят сообщения о том, что, ой, вы такой красивый поток продаете. Вот мне бабушка лет 50 назад подарила, и он у меня лежит в сундуке. Как раз таки я хочу показать и рассказать девушкам, что они мне присылают фотографии, это действительно потрясающие платки. Они не должны лежать в сундуках, их нужно вытрахнуть, проветрить, привести в порядок, накинуть на плечи и идти на ближайший мероприятие. Это очень красиво. И хочу спекдвитнуть, немножко простимулировать девушек именно вот в этом направлении. Также я привожу платки Суба 1 магазин, где появились платки черного цвета, коричневого цвета. То есть, это цвета для себя, они свадебные для себя. Вот. И на них есть спрос, что очень важно. Рузан, хотелось бы поговорить непосредственно о вот этих двух образцах. Принесла не случайно ты именно эти платки, да, потому что над этим работали очень долго, да, а этот вообще вернулся к нам из депортации. Вот расскажи, давай начнем с испанского, потому что это более трепетная тема и закончим как раз ей. Да. Ну, что касается твоего платка, на самом деле шедевр реально, потому что я его увидела и влюбилась с него сразу, потому что вообще процесс создания платка, это очень сложный процесс, это, ну, для этого потребуется много времени, много сил, много любой другой энергии. Этот платок вышивали около года. Он большого размера, на нем очень плотная вышивка, очень сильно вязка бахромы, плотные. Процесс создания платка, это очень долгая работа, и даже сколько конкретно создает один платок, не знает мастерица. Сначала готовится полотно, шелковое полотно, потом готовится и переносится на полотно рисунок, он делится на четыре части и по частям переходит на полотно. Одну часть, если это средняя вышивка, не такая плотная, как здесь, а средняя вышивка, уходит, ну, около месяца может вышиваться. Соответственно, таких частей четыре, плюс к этому мы добавляем вязку бахромы, это тоже около месяца. В среднем на обычный платок уходит четыре-пять месяцев работы. Вот, но здесь, конечно, совсем другая работа, я повторяю, что его вышивали около года. Рузан, здесь и еще хотелось бы мне узнать, вот смотри, ты сказала о том, что ты познакомилась непосредственно с процессом работы. Скажи, пожалуйста, сама уже вышиваешь что-нибудь? Сама, к сожалению, платки я не вышиваю. Пока я работала юристом, вообще была в сфере юриспруденции, конечно, в Москве я ходила и на курсы кройки и шитья, и на курсы вышивания, но именно вот с этим процессом я знакома, как бы пока только в теории. Вот, но вторая сфера субай, это как раз-таки мы продаем, вот, как я сказала, испанские платки, также и национальные платки, и национальные платки, это могут быть старинные платки, как вот экземпляр рядом со мной, так и работы современных мастерит, и как раз-таки я стараюсь посредством этого чему-то научиться что-то для себя, узнать новое, и я думаю, что в будущем я бы, конечно, очень хотела совершенствовать эти навыки. Я думаю, что обязательно все получится, и, может быть, совсем скоро мы будем уже презентовать платки от твоего имени. Спасибо. Давай перейдем непосредственно к вот этой истории, я бы назвала этот поток именно так. Расскажи, пожалуйста, каким образом он попал к вам, ему более 100 лет, да? Да, это поток, которому более 100 лет, в Субай продаются платки, как раз-таки старинные платки, которые так и реализовались у своих хозяек, чтобы они не лежали, не пулились и не портились, они к нам обращаются, мы продаем их в Субай, то есть есть и новые платки наши, короче, и старые платки, это как раз-таки один из них. Почему я принесла его? Потому что, на самом деле, видя ни один, ни два, ни десять таких платков, я с уверенностью могу сказать, что такой платок, вот этот платок, он ничуть не хуже испанского, то есть здесь он большого размера, у него двусторонняя вышивка, у него очень сложная бахрома, плетение бахромы, и тем самым я просто хочу как раз-таки вторая цель Субай показать и сказать, донести до людей, наших девушек, да, что наши платки национальные, они ничуть не хуже испанских платков, так получилось, что во всем мире ценятся испанские платки, и мы сами отдаем предпочтение испанским платкам, но работа наших мастериц, они ничуть не хуже, и тоже, ну, они достойны внимания, денег, да, и времени вообще, которое тратится на создание этого платка, это очень важно, и я очень люблю этот платок, я думаю, даже будет очень тяжело с ним расставаться, но он действительно очень красивый. Рузанночка, вот подскажи мне, пожалуйста, ты сказала, передай мне его, теперь я его померяю, ты сказала нам о том, что он не использовался по назначению, то есть все-таки он был для обряда, да, для свадебного обряда изначально был? Сложно сказать, для чего его изначально сделали, потому что, ну, история же, говорю, больше ста лет назад был вышед этот платок, и он передавался от бабушки к дочке, от дочки-внучки, но судя по тому, что он шел по, ну, он был все время в одной семье, то для свадебного обряда он так и не был использован, вот, но он, я так представляю, понимаю, что он представлял большую ценность, потому что этот платок, он уехал в депортацию, он вернулся из депортации, он пережил и, получается, и Вторую мировую, и Первую мировую войну, и революцию, и развал Советского Союза, все это он пережил, и сейчас оказался в Субай. На самом деле это музейный экспонат, вот, но хозяйка так решила, что лучше ему продаться в Субай. Вот, и мы просто в этом помогаем. Это прекрасно. Рузан, также я знаю, что вы работаете и над исторической частью платков, да, как они пришли на Кавказ, кто их создал. Вот скажите, пожалуйста, каким образом вы это делаете? Да, это краски, вот, третья некоммерческая цель Субай, я очень хотела популяризировать нашу культуру посредством чего? Во-первых, на личном примере, во-вторых, все, кто на нас подписан или просто на нас читают, иногда заходят, знают, что иногда, ну, каждый девятый пост Субай — это исторический пост, информационный пост, где мы пишем о чем-то из культуры, каких-то свадебных обрядов, что-то из истории. Как это происходит? Я выбираю тему, на мой взгляд, которая не избита, либо еще не совсем избита в интернете, подбираю под нее материалы, для нее материалы. Это может быть и общение с людьми, которые, на мой взгляд, сведущие в этой теме, это и часы нахождения библиотеки, по крупицам я собираю все, возможно, из книг, нахожу, собираю небольшой информационный пост и выкладываю это в интернете. Почему? Потому что современный мир таков, что молодежь и даже взрослое поколение вряд ли у кого найдет за время для того, чтобы для получения информации, да, ты идешь в библиотеку, там сидишь часами, да, это все нахожешь. Это сложно, я это понимаю, но у меня есть время, у меня есть желание, и я готова быть посредником в этом хорошем деле. Я пишу о том, что мне действительно важно, я сама многое узнаю, и каждый девятый пост Субай — это пост информационно-исторический. Я не закладывала в это какой-то большой смысл, но даже по последнему посту, вот у нас был пост про ношение платка. Да, да, как раз хотела тоже об этом поговорить. Вот расскажите, пожалуйста, как как раз люди реагируют на данную информацию? На самом деле большинство, даже, я думаю, абсолютное большинство положительно, потому что никто не пишет, зачем вы это делаете, это никому не интересно. Другое дело, что мы пишем о вещах, допустим, это, допустим, Карачао-Блокарское бирне в свадебном обряде, ношение бурки, это и ношение платка, это такие вещи, я и всегда в конце спрашиваю, как вы думаете, а как вы считаете? То есть мне на самом деле интересно получить мнение людей на этот счет, и здесь, конечно, уже мнения разделяются. Но сам факт того, что это нужно и это востребовано, это остается, потому что даже вот если мы говорим о нашем, одном из последних постов про ношение платков, менее чем за час этот пост был, более 100 раз, его переслали, и было более 200 сохранений. Я его видела в других пабликах, читала уже комментарии по другим пабликами, то есть народу это интересно. Другое дело, о чем они говорят, конечно, есть люди, которые говорят, как это здорово, как это было правильно, а вот бы сейчас так. Есть люди, которые говорят, что это уже пережиток прошлого, и сложно уже будет соответствовать тем нормам, которые существовали тогда. И то, и другое мнение имеет места быть, но просто действительно интересно, что об этом думает молодежь. И часто получаю сообщение о том, что спасибо, что написали, спасибо, а мы не знали. То есть по сути это короткие посты, я же говорю, никакой глубокой исторической исследовательской работы там не проведено. Но я получаю отзывы, и это 100% положительные отзывы, и я понимаю, что есть смысл писать и работать в этом направлении дальше. Безусловно. Рузан, вы повстречали не одну мастерицу, и карачаевскую, и балкарскую, и испанскую. Вот скажите, пожалуйста, что, как на ваш взгляд, что их всех объединяет? Их всех объединяет любовь к своему делу. Абсолютно не 100%, потому что это такая работа, которую нельзя делать, не любя. Это очень кропотливая работа, очень долгая работа. Возможно, не нормированная, не офисная, с 9 до 6. Но для того, чтобы потратить, как в этом случае, в этом случае год на один только платок, эту работу нужно любить. Другого я объяснения такому трудно найти не могу. Спасибо. Спасибо вам большое за эту искреннюю, такую теплую и яркую беседу. И что бы в конце вы пожелали всем, кто нас сегодня смотрит? Ну, я хочу пожелать всем, я рассказала в этой студии историю создания Субай, историю как от нелюбимого к делу. Я перешла к любимому делу, и поэтому я хочу всем пожелать иметь в жизни возможность заниматься тем, что действительно вам доставляет удовольствие и радость. Это сделает, я думаю, счастливыми абсолютно всех. При этом я хочу, чтобы каждый час, каждый день вы были благодарны за то, что вы имеете. И тогда, я думаю, все обязательно получится. Спасибо, спасибо большое, Розанночка. Пусть у вас тоже все получается, ведь с таким блеском в глазах быть иначе просто не может. Спасибо. Спасибо. Что ж, дорогие друзья, а мы продолжаем эфир. Субтитры создавал DimaTorzok